Коллеги, добрый вечер. Ну пока мы находимся еще в отеле. У нас около трех часов дня. Как видите, за моей спиной башня Останкино. Погода сегодня в столице располагает. Около плюс 18 градусов. Дождя не обещали, не солнечно, поэтому игра, надеюсь, будет хорошая. Что касаемо самой игры. Она действительно историческая. Енисей впервые в истории попал в полуфинал Кубка России, что не может не радовать. Это уже маленькая победа для нас. Что касаемо наших соперников. Это Спартак. Сегодня мы играем у них дома. И это уже первое преимущество. Также футбольные аналитики говорят, что, естественно, фаворитом в этой игре считается Спартак. Но мы будем надеяться, что у Енисея есть свои козыри в рукаве. И будем надеяться, что игра будет зрелищной. Также отмечу, что Спартак последние три своих игры сыграл достаточно хорошо. А вот Енисей в ФНЛ 7 мая проиграл Краснодару 2 со счетом 4-0. Надеемся, что настроение у спортсменов не поменялось. Все-таки это Кубок России. Немного другой матч. Отмечу тоже, что историческое это событие, потому что Енисей со Спартаком встречается пятый раз. Можно сказать, юбилейный. Три игры мы Спартаку за всю историю проиграли. Вот четвертую в 2021 году также в Кубке России выиграли со счетом 1-0. Матч начнется сегодня в 19.30 по московскому времени. Он будет проходить в открытие Банк-Арена. Это как раз-таки домашняя площадка Спартака. Соответственно, в Красноярске вы увидите матч в 23.30. Все болельщики, которые сегодня не смогли приехать в Москву, могут посмотреть матч в Красноярске. Благо, у нас есть несколько точек. Это и, по-моему, три кинотеатра, а также несколько баров. Поэтому смотрите. Несмотря на завтрашний рабочий день, все-таки нужно посмотреть этот матч, потому что он исторический и должен быть очень крутым. Я также буду вести трансляции в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Постараюсь показать все эмоции яркие наших болельщиков, а также эту всю зрелищную игру. Пока у меня на этом все. Студия вам слово. Продолжение следует...